всем привет кто заглянул к нам на канал крупный калибр мы продолжаем знакомить вас с новинками тепловизионного рынка сегодня у нас на обзоре инженерные тепловизоры инженерные тепловизоры используются в таких отраслях как строительство электроника различное производство и много где еще до недавнего времени рынок был довольно устоявшийся на нем уже присутствовали известные игроки такие как флир флюк теста но к сожалению на текущий момент ситуация такова что они уходят с российского рынка и вернуться ли совершенно непонятно но как известно свято место пусто не бывает и если есть рынок сбыта то на него всегда будет желающий заполнить пустоту нам точно известно что китайская компания хик микро планирует поставлять на российский рынок свои инженерные тепловизоры то есть заполнить пустующую нишу и к нам в ту тру уже пришли несколько тестовых экземпляров многим компаниях хик микро уже известно в основном это охотники которые знают ее по тепловизионным монокулярам это подразделение большого китайского концерна хик vision который связан с оборонкой имеет многомиллиардные обороты и выпускает довольно серьезную технику давайте посмотрим что же к нам прислали ребята из хик микро есть он такой вот инженерный тепловизор более бюджетной серии но также есть вещи посерьезнее например вот такой и даже вот такой про каждую из этих моделей мы в будущем обязательно снимем отдельные обзорные ролика сейчас я хочу показать вам разницу в комплектации возьмем самый бюджетный прибор у нас на обзоре здесь буквально только зарядка и картонная коробка в более профессиональной модели идет уже защитный ударопрочный водонепроницаемый кейс мы видим уже дополнительный аккумулятор и зарядный стакан также какой-то высокочастотный кабель помимо стандартного зарядного в общем видно по комплектации что прибор с профессиональным уклоном я уже успел попользоваться пощупать каждый из этих приборов и у меня для вас действительно хорошая новость дело в том что компания хик микро предлагает гораздо более интересную ценовую политику по сравнению с теми же известными флиром и флюком которые ушли с российского рынка в чем же это выражается давайте рассмотрим на примере одной из самых бюджетных моделей которых предлагает компания хик микро это b1l по цене она примерно равна популярному тепловизору от компании флир тг 165 x так что же бросается в глаза мы видим дисплей гораздо больше шторка защитная которая защита помогает защитить объектив у флира доступна только в более дорогой е-серии и сразу бросается в глаза частота кадров дело в том что все тепловизоры компании хик микро идут с частотой кадров минимум 25 герц а кое-где доступны и с частотой в 50 герц что для флира естественно на российском рынке недоступно хочу напомнить что с четырнадцатого года флир вообще свободно не продавал с такой частотой тепловизоры на российский рынок все было только в 9 герцовом формате ну и вишенка на торте такая функция как стриминговая передача видео на мобильное устройство посредством вайфай модуля что хочу напомнить в бюджетных моделях фирм флир и флюк просто было недоступно ну а если возьмем более профессиональную модель то можно сказать что по цене она будет отличаться в меньшую сторону до трех раз от аналогичных по функционалу от компаний флир и флюк и это еще не самая топовая линейка у хик микро к выбору инженерного тепловизора от компании хик микро стоит подойти основательно ведь даже самая младшая модель представляет из себя довольно серьезный профессиональный инструмент и не оставляет впечатления что какие-то функции в ней урезаны или убраны из-за маркетинговой политики но с возрастанием цены прирастает и функционал добавляются какие-то специальные профессиональные функции например у модели m10 мы уже видим сенсорный дисплей объектив с ручной фокусировкой сменный аккумулятор и уже добавляется цифровая камера для того чтобы видеть совмещенное изображение то есть тепловизионная плюс видимом спектре кстати говоря работает эта функция очень хорошо и стабильно в модели g40 мы видим огромный дисплей также сенсором здесь есть возможность устанавливать сменные объективы например для того чтобы исследовать удаленные объекты присутствует следящий автофокус практически как на цифровых камерах и надо сказать что матрицы здесь уже гораздо большего разрешения вплоть до 640 на 512 хотелось бы немного рассказать о функционале на примере младшей модели из трех представленных здесь присутствует функция отображения горячей и холодной точки в кадре также есть звуковая и световая сигнализация о превышении допустимой температуры заранее установлены и как я уже говорил в этой одной из самых младших моделей во всей линейке присутствует подключение мобильного устройства через вайфай модуль и когда я это тестировал я был удивлен насколько это сделано продвинуто но в то же время просто интуитивно понятно есть целых три способа подключения в зависимости от того где сделать точку доступа вы можете открыть точку доступа на самом приборе в главном меню и подключить к нему телефон вы можете подключить включить тос точку доступа на телефоне и подключить уже к телефону сам прибор и также оба устройства можно подключить к единой вайфай сети и вне зависимости от способа подключения открыв фирменное приложение хик микро в ювер на телефоне вы сразу увидите картинку с вашего прибора очень просто и удобно кроме фирменного мобильного приложения у хик микро также есть и набор профессионального аналитического софта хик микро аналайзер для персонального компьютера про который мы обязательно снимем в будущем обзор и покажем функционал тем более что этот софт совместим даже с самой младшей моделью из представленных здесь после краткого знакомства со всеми тремя приборами осталось действительно приятное впечатление это профессиональный инструмент за очень привлекательную цену к слову у фирмы флир подобном ценовом сегменте в районе 50 тысяч рублей я не видел такого навороченного прибора ближайшее время я планирую углубиться в эту тему и снять подробный обзор на вот эту вот старшую модель это очень очень интересный прибор если вы находитесь в питере в москве заходите в наши шоурумы тут утром там в скором времени появятся эти приборы и кроме того много всего интересного на что можно посмотреть вживую спасибо что посмотрели данное видео всем пока